Друзья мои, всем привет! С вами, как обычно, Алексей Мамонтов и компания PandaWay. Сегодня будет не совсем обычный ролик. Дело в том, что два дня назад компания Xiaopen выкатила пресс-релиз своего нового электромобиля X-Pen P5. Для тех, кто не знает, компания Xiaopen уже выпускает довольно неплохие электромобили, такие как G3 и P7. Так вот, вернемся к новинке. 19 апреля эта модель будет официально представлена на международной автовыставке в Шанхае. Стоимость пока неизвестна. По неофициальным источникам цена будет начинаться от 200 тысяч юаней в Китае. Ну а серийный выпуск запланирован на четвертый квартал этого, то есть 2021 года. На этой пресс-конференции X-Pen P5 был представлен как первый автомобиль массового производства, оснащенный LIDAR. Это мощная интеллектуальная система помощи вождению в городских условиях. Модель P5 имеет выдающиеся показатели свыше 90% по автоматическому выбору полосы движения, определению сигнала светофора на перекрестке и навигации в режиме движения в пробках. Модель П5 Модель П5 Модель П5 Модель П5 Экспенд П5 наследует элегантный и лаконичный дизайн P7. Усиленная аэродинамическая конструкция автомобиля позволяет достичь невероятно низкого коэффициента лобового сопротивления, равного 0,223. Запас хода по европейскому циклу вождения NEDC составляет 600 км. Время быстрой зарядки аккумулятора до 80% не превышает получаса. Создатели концепт-кара предполагают, что владельцы такого автомобиля будут проводить в нем, внимание, 23 часа в сутки. Да, ребят, я не оговорился. Они думают, что мы будем проводить за рулем 23 часа в сутки. И только один час они выделяют на дела, не связанные с машиной. А все почему? А потому что трехмерный дизайн кабины, дизайн кресел с расширенными подголовниками, возможность опциональной поставки различных предметов от подушек сна до автохолодильника делают такую машину, по их мнению, частью образа жизни владельца. По словам технического директора компании-производителя, новый автомобиль использует схему совместной корреляционной обработки данных. Камера, плюс миллиметровый радар, плюс лидар, что позволяет комбинировать 32 ультразвуковые волны, плюс сантиметровые волны лидара, а также обеспечивает функционирование NGP, системы самоуправляемого вождения. Эта система функционирует как на скоростных трассах, так и в режиме городского цикла. Она оснащена функциями проезда различных перекрестков, в том числе кругового движения, системой обгона, системой соблюдения дистанции при торможении и системой регулировки ограничения скорости в зависимости от дорожной обстановки. Максимальный диапазон обнаружения лидара составляет 150 метров. Что это? Как это? Мне кажется, китайцы взяли в плен инопланетян и используют их технологии. Лидары, которые являются визитной карточкой концепткара, устанавливаются с обеих сторон переднего бампера. с горизонтальным углом 120 градусов. После данного пресс-релиза в китайском интернете разгорелись споры среди автоблогеров по поводу расположения лидаров. Они расположены в нижней части переднего бампера автомобиля. Одни из блогеров выражают поддержку производителю, аргументируя это тем, что данное расположение максимально эффективно для распознавания объектов, а также экономит место в салоне. Другие же блогеры опасаются, что данное расположение максимально подвержено повреждениям. Что по этому поводу думаете вы, напишите в комментариях. Лично я думаю, что радары ведь ставят в нижней части бампера и ничего с ними не происходит. Поживем, увидим, как говорится. По поводу места установки лидаров, ведущий инженер сказал о том, что передний бампер выбран потому, что именно там лидары обладают максимальной чувствительностью. Еще одной интересной особенностью является возможность управлять квадрокоптером DJI при помощи голосовых команд, а картинку выводить прямо на центральный дисплей автомобиля. Чисто о том, что за кадр представлено субтитры Чисто о том, что решит покажение, что после следующей выводя по ускорению шаги возможности субтитры ХПН-П5 на сегодняшний день является первым автомобилем, оснащенным платформой Qualcomm Snapdragon SA8155P, которая, как утверждается, в три раза производительнее предыдущего поколения. Программа поддерживает мощный автомобильный интернет и различные коммуникационные возможности. Система оснащена уникальным функционалом распознавания речи. Она поддерживает режим диалога, режим семантического прерывания и режим распознавания речи на фоне уличного шума. Длина автомобиля составляет 4808 мм, а колесная база 2768 мм. Также автомобиль получил прозрачную панорамную крышу площадью примерно 1,5 м2. К сожалению, друзья, это все технические данные, которые мы имеем на сегодняшний день. Более подробно и более детально про этот автомобиль будет рассказано 19 апреля на международной автовыставке в Шанхае. Ну что ж, друзья, вот такой интересный и инновационный, я бы сказал, электромобиль компания Сяопань предлагает своим покупателям. На словах вроде все хорошо, но какой он будет на самом деле? Как только он появится в салонах Китая, мы обязательно приедем, посмотрим, пощупаем и, конечно же, сделаем тест-драйв. Поэтому, если вы до сих пор еще не подписались на наш канал по каким-либо причинам, самое время сделать это сейчас. И, конечно же, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео. Ну а с вами была компания Pandaway из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо. Продолжение следует...